Всем привет! Меня зовут Алина Ламилова. Хочу рассказать о своей точке А до того, как я пришла на курс. Я была фотографом разного направления, снимаю уже очень давно, перепробовала все. Хотелось и то, и другое, и пятое, и десятое, не могла себя найти. Хотела уйти в узкую нишу, но у меня не получилось. На это нужно очень много сил, энергии, ресурса, и вообще, чтобы звезды сошлись. И я практически ничего не зарабатывала поначалу. Потом у меня был синдром самозванца, и мне казалось, что ставить высокую цену для меня неприемлемо. В основном я ориентировалась на среднерыночную стоимость по нашему городу и не оставила выше, потому что мне казалось, что ко мне не придут. И мои фотографии как бы ничем не отличаются от других, ничем не выделяются. Я не могла найти свое УТП, то есть оригинальный продукт, что я бы могла предложить своим клиентам. В своих работах мне бы хотелось на тот момент уйти в какую-то узкую нишу для того, чтобы не брать все подряд, не скакать по полям, не каждый раз не искать локации, потому что я уже от этого очень сильно устала. Каждый раз проделываешь огромную работу, и она не дает такого классного результата, как хотелось бы. То есть наступило на самом деле выгорание, и я решила занешиваться. Как раз увидела фотографии в стиле волк. Я очень влюбилась в них, была просто покорена. И мне захотелось снимать так же. Соответственно, я не искала каких-то других путей, не пробовала сама. Поняла, что лучше сразу пойти к профессионалам и научиться. И как раз увидела курс Саши, открыла, посмотрела, что там есть. И поняла, что там просто все от А до Я. Закрыты абсолютно все темы, все вопросы, которые могут появиться на пути фотографа. И даже больше, куча всяких бонусов, того, что как бы даже на первых порах тебе не придет в голову. Но это на самом деле очень классно и очень нужно. Принять решение, пойти на курс для меня было чем-то очень легким. Я прям сразу пошла на курс, потому что поняла, что это реально то, что мне нужно. Сама бы я шла к этому очень-очень долго и, скорее всего, бы я не дошла. Поэтому я долго не думала, сразу пошла на курс. И я реально понимаю, что я правильно сделала. Хотя многие мне говорили, Линда, как так, это такой курс. Может быть, и сама. Нет, сама бы я точно не справилась. И я была в этом уверена. А в том, чем я уверена, в том я уверена. И я, на самом деле, нисколько не прогадала. И очень рада, что пришла. К сожалению, мне пришлось пропустить один поток. Потому что у нас был переезд. И не было студий совершенно поблизости. Поэтому спасибо большой команде, которая помогла мне заморозить мое обучение. И я пошла обучаться уже другим потоком. Решающим фактором для того, чтобы прийти на курс, стало все мое желание работать в этом направлении. Учиться и становиться лучше. На самом курсе мне понравилось абсолютно все. Потому что та информация, которая дается, она настолько ценная. Ее нельзя вычеркнуть, куда-то убрать. Там вообще абсолютно нет ничего лишнего. Но информации очень много, очень большой поток. И трудиться придется и пришлось очень много. Бессонных ночей было очень много. И я очень рада результату, который у меня получился, который я достигла. На этом курсе даже не знаю, что можно выделить. Потому что каждый новый модуль это еще интереснее, еще интереснее, еще интереснее. Ты как будто попадаешь в парк аттракционов, где настолько классно, что ты не знаешь, на какой карусели прокатиться. Когда открывается новый модуль, хочется просмотреть, типа, про продвижение, посмотреть новые схемы, посмотреть работы, которые мы будем снимать с этими схемами, посмотреть фотопримеры. И уже все очень хочется. И хочется взять фотоаппарат и бежать снимать. Но это, правда, нереальное ощущение уже от самого курса. И настолько быстрый рост от точки А до точки Б, что тоже не хватает слов на самом деле. У меня не сразу получилось сдать домашние задания. У меня были проблемы с техникой. Неподходящая студия была. И это затормозило очень мое обучение. Одну схему я сдавала и пробовала очень много раз. Соответственно, съемки у меня затягивались. Но какие-то схемы я сдала и с первого раза. Считаю, что в этом нет ничего такого. Наоборот, мы на своих ошибках учимся. И я была очень благодарна своему наставнику, который досконально разбирала все работы. И в таком большом потоке информации ты не сразу понимаешь, на какие мелкие детали нужно обращать свой взгляд. Она прям все расставляла по полочкам. говорила, как нужно, как не нужно. Это очень помогло. Потому что на своих ошибках учиться намного легче. И ты сразу понимаешь, на что нужно обращать внимание. В следующий момент. Наша одногруппница как-то один раз сказала, что все работы рассматриваются под микроскопом. Походу, реально так. Потому что каждый нюанс в нашей работе был найден. Был нам дан совет, как это исправить. И теперь мы на самом деле настолько у нас взгляд... Настолько мы нацелены на поиск вот этих всяких мелких недочетов, что их уже к концу курса практически не бывает. То есть мы до автоматизма довели все мелкие детали, которые в самом начале мы бы даже вообще не видели. Мы снимали то, что снимали, и для нас уже было вау. А сейчас мы снимаем, правда, вау. И спасибо вам всей команде за это огромное. За эти эмоции, которые мы получили. За те кадры, которые мы сейчас делаем. Это просто что-то нереальное и невероятное. И очень хочется двигаться дальше, идти вперед, работать в этом направлении, развивать его. И делать женщин счастливыми, с такими красивыми фотографиями. Мое портфолио до курса очень сильно, до и после, очень сильно изменилось. Раньше у меня была сборная солянка. Там было все, что угодно. Я пыталась как-то прийти к одному общему знаменателю, но у меня никак не выходило. Особенно составить ленту, это было вообще что-то из ряда вон выходящее, потому что кадры в поле, кадры дома, кадры еще где-то, они не совсем по цвету типа подходили друг к другу. И приходилось как-то сильно выкручиваться. Я все откладывала на потом. Сейчас же решилась вообще разом эта вся проблема. Лента собирается просто за 3 секунды, потому что все между собой компонуется, смотрится шикарно. И прям даже за это уже огромнейшая благодарность, потому что это экономит время. Вся моя обработка, которую я делала до, я так детально ко всему подхожу. Так скрупулезно над всем работаю. И хочу, чтобы работа была идеальная. Раньше у меня занимало это очень много времени. Естественно, по началу курса тоже. Я, наверное, неделями сидела над одной фотографией для того, чтобы отточить навыки. Все записывала, переписывала, заново пробовала, все убирала, открывала заново. Но это дало свои результаты. И теперь обработать съемку для меня что-то настолько легкое, что даже сложно подобрать к этому слова. И когда я теперь ухожу со съемки, меня спрашивают, а сколько фото в ретуши вы мне отдадите. И я с довольным лицом называю эту цифру и с улыбкой представляю, как я буду делать обработку. Даже ради этого точно стоит пойти на курсы. Клиенты просто в восторге от того, что я снимаю. Очень многие, конечно, сначала не понимали, что это вообще такое. И как-то с опаской к этому подходили. Думали, что я где-то с интернета скачала эти работы и теперь их на что-то пытаюсь развести. Но когда поняли, что это на самом деле я снимаю, и когда поняли, сколько оборудование для этого нужно, когда увидели сам процесс, просто были в восторге. Беременные даже сказали, жаль, что мне уже скоро рожать. Я бы пришла еще раз. И это очень здорово. Какие эмоции испытывает клиент, какие эмоции получаете вы, это просто 100% заряд энергии, красоты. Невозможно передать словами, это надо только увидеть и попробовать. Мое отношение к себе очень сильно изменилось. Я поняла, что я выросла. Я поняла, что я не готова работать за 3 копейки. И я знаю теперь себе цены. Я знаю, что у меня теперь уникальный продукт. Я понимаю, что я не хочу возвращаться к той стоимости, которая у меня была до этого. Хотя у меня были коммерческие съемки, и моя съемка стоила там 4 500. Я хотела принимать до 5. Сейчас я понимаю, что даже 5. Нет, я не согласна. Я ставлю цену больше. И я понимаю, что моя работа даже этого не стоит, а стоит еще выше. То есть планка прогревается очень сильно. Наверх. Я извиняюсь, что у меня кричит ребенок. Сейчас уже пойду к ней. Я хочу пожелать будущим ученикам не бояться идти на курс. Если вы этого на самом деле хотите, если вы хотите изменений, если вы устали работать, как ломовая лошадь, если вы понимаете, что вам нужна узкая ниша, что вы устали подбирать и наряды беременным, и мужчинам, и детям, и всем остальным, и все это компоновать между собой, и это и в поле, и на море, и еще где-то там, из парашюта, и вас замучили недовольные клиенты, которые хотят за тысячу, чтобы вы им сделали все, и даже больше, и видео сняли, и сплясали, и потом им отправили на следующий день, желательно, а лучше вечером. Все эти проблемы решаются одними. С этим решением просто нужно прийти на курс, вложиться морально, надо быть готовым к тому, что это серьезное обучение, не просто так. Волшебной таблетки здесь нет. Если вы поработаете, то вы получите колоссальный результат. Всем желаю удачи, и приходите на курс.